Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник, студия Александр Семенов. Пьяные гонки в Тольятти и Сызрани и смертельное ДТП на трассе. Об этом подробнее расскажем прямо сейчас. Один человек погиб в результате ДТП на трассе в Ставропольском районе. Авария произошла около двух часов дня. По данным ГИБДД, 68-летний водитель автомобиля ГАЗ-69А не справился с управлением и машина съехала в кювет и опрокинулась на бок. В результате ДТП 84-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Водителя доставили в больницу. Инспекторы ДПС совместно с активистами общественного движения «Ночной патруль» продолжают уявлять авторюбителей, севших за руль в состоянии опьянения. В Сызрани общественники заметили ВАЗовскую шестерку, водитель которой вел себя подозрительно. Уже через несколько минут к преследованию подключились полицейские. Требования стражей правопорядка остановиться водитель проигнорировал. Чуть позже в одном из дворов нарушитель не справился с управлением. Его тут же задержали. По данным полиции, от прохождения медосвидетельствования 28-летний задержанный отказался. А этого 34-летнего мужчину задержали на улице Лизы Чайкиной в Тольятти. Он также отказался от прохождения экспертизы. Вместо этого устроил целое представление. «Ты мой царь и бог! Я твой ***!» Позже выяснилось, в 2006 году мужчина дважды был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. А в декабре 2017 года он дважды отказался от прохождения медосвидетельствования. Теперь ему вновь грозит крупный штраф и уголовная ответственность. Рабочая поездка в Безенчукский район. Глава региона Дмитрий Азаров посетил рыбоводческое хозяйство, научно-исследовательские институты, школу бокса. Пообщался с работниками учреждений. Узнал планы на будущее и имеющиеся достижения. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Поездкой в Безенчукский район началась с посещения рыбозавода «Возрождение». Это предприятие выпустило в Волгу 600 тысяч голов стерлиди. Икру для разведения пока закупают в других регионах, но через пару лет будут производить сами. Для этого создают маточное стадо Волжской стерлиди в 3 миллиона особей, которое ежегодно будет увеличиваться на миллион голов. Следующим пунктом поездки стал Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Тулайково. За 115 лет деятельности этого учреждения создано около 300 сортов и гибридов сельхозкультур. Одно из основных направлений его работы – создание посевного материала картофеля, устойчивого к воздействию вирусов. Вирусы, которые зверствуют на территории нашего региона, могут иногда до 80% снизить урожай. То есть только с оздоровлением, только с производством такого посадочного материала мы можем стабилизировать производство картофеля и подняться на более высокий уровень. В настоящее время институт готовит не только посевной материал картофеля для предприятий АПК области, но также ягодных культур и цветов. На территории НИИ располагается спортивная школа Олимпийского резерва «Ринг». Она ведет свою историю с 1994 года. Глава региона пришел в разгар тренировки. Все, все, все! Ура! 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 Здравствуйте! Ну, настроение вижу, боевое. Воспитанники школы неоднократно становились победителями всероссийских соревнований среди юношей и молодежи. Участники отборочных первенств чемпионатов Европы и мира. Среди взрослых – призеры чемпионатов России, победители международных встреч. В настоящее время в школе около 800 учащихся. Филиалы есть по всей области. Вот центральная школа бокса, которая построена своими руками. И вот от такого аналога построено 48 школ по Сабарской области. Европейского уровня. В этой школе все сделано руками тренеров и воспитанников. В дальнейшем они надеются на увеличение поддержки со стороны государства. Итогом поездки главы региона в Безенчукский район стало общение с жителями. Максим Остриков, Олег Галочкин, СТВ. Далее дежурный по городу Мария Левина с очередной коммунальной историей. Здравствуйте! В эфире дежурный по городу. Когда управляющая компания не может построить диалог с коммунальными службами, страдают обычные люди. Город имеет право знать. Красноармейская, 129. Пар до пятого этажа. Влажные стены и окна. Не хватает только веников. Из-за аварии в подвале весь седьмой подъезд превратился в баню. Процесс его прорыва где-то от теплотрассы. Идет сюда поддув. И все идет к нам в подъезд. Вообще ужас. Здесь лужи стоят. То есть жить вообще невозможно. Дышать вечером невозможно. Во-первых, даже вот почтовые ящики, там вода. Это замерзает окно. Как холода начались, так и началось. Это конденсат у нас. Окна не утепленные в подъезде, они старые. Это все вот вытекает. Плюс подвал. Вечно мокрый, вечно запах туалетов в подъезде. Седьмого числа по просьбе жителей вот этого подъезда я позвонила управляющему Медведеву. Это у нас и управляющий, главный инженер управляющей компанией Home Service. сказал о случившемся. Он позвонил в тепловые сети, ну с его слов. Оставил заявку. Вчера, когда здесь был клубы пара, то есть видно, или увеличили давление воды горячей, клубы пара, я опять позвонил. Он говорит, хорошо, я узнаю, но заявочка-то уже есть. Неделю никто ничего не делает. Вот это очень обидно. Нет, после моего звонка. Вот это обидно. То есть управляющая компания должна, я так понимаю, каждый день звонить, звонить и звонить. Правильно? Это авария тепловых сетей в жилом доме. Видите, что происходит? А вы наверх поднимите. Все, все, все грибков проросло. Газеты, вот все, все мокрое. Все. Все мокрое. То, что здесь вот положили нечаянно, все мокрое. А вот в этом подвале, в который мы, то есть, наверное, не спустимся, там щиток, там все предохранители стоят. Ну, электричество. Вода, электричество. Ну, так выводы делает каждый сам по себе. Если вы вынуждены бороться со своей управляющей компанией, а она не обращает на вас внимания, пишите, звоните в нашу программу. Продолжаем выпуск. Россияне все чаще используют госуслуги. В ГИБДД рассказали об увеличении пользователей портала в два раза почти до 6,5 миллионов человек. В Самаре показатели также пошли в рост. По данным, за прошлый год зарегистрировали транспортные средства 110 тысяч человек и 50 тысяч получили водительские удостоверения. В чем преимущество системы, выяснили корреспонденты Самарского телевестника. Записался на сайте, пришел ко времени и забрал документы. На все максимум 15 минут. Еще несколько лет назад о такой схеме работы автолюбители могли только мечтать. А с появлением сайта госуслуг решить текущие вопросы стало проще. Госуслугами я пользуюсь. Пользуюсь достаточно часто. И я бы сказала, что это очень удобно. Почему? Потому что не нужно простаивать очереди живые. Ты приходишь в определенное время, в определенную дату и ждешь изготовления своих документов или номеров. Впрочем, зарегистрировать автомобиль и забрать права некоторые горожане все еще предпочитают по старинке. В этом случае прямо в РЭО можно подтвердить свою личность. Это один из важных этапов регистрации на портале госуслуг. В холле второго этажа у нас организовано рабочее место, где сотрудники нашего подпределения производят индивидуальное консультирование граждан по вопросам оказания государственных услуг, которые у них возникают. А также помогают гражданам записаться на портал государственных услуг, разъясняют им вопросы, которые их интересуют и помогают подтвердить личность. Для этого с собой захватите паспорт из НИЛС. При этом код, необходимый для регистрации, вы получите всего за несколько минут, тогда как письмо с ним дойдет до адресата в течение двух недель. У пользователей госуслуг есть еще неоспоримое преимущество. Это скидка в 30% на госпошлину. Водительское удостоверение будет вместо 2000 рублей уже оплачиваться 1400 рублей и выдача государственных регистрационных знаков также, соответственно, вместо 2000 рублей будет 1400 рублей, то есть будет скидка в 600 рублей предоставлена. Учитывая, что в день в РЭО регистрируют 400 автомобилей и выдают 200 удостоверений, запись в электронном виде исключает вероятность очередей. Более того, зарегистрировавшись на сайте госуслуги.ру, пользователь получает информацию по налогам, штрафам и может сразу оплатить их. Анастасия Шамшульна, Николай Сидоров, СТВ. Внимание и осторожность! С начала года в Самаре произошло 28 ДТП с участием пешеходов. Все они, к счастью, остались живы. Тем не менее, более 30 человек получили травмы. О правилах поведения на дороге пешеходам и автолюбителям напомнили в очередной раз. Профилактический рейд прошел в Кировском районе Самары. Наш корреспондент продолжит тему. Уважаемые пешеходы, будьте внимательны и осторожны при переходе проезжей части. Чтобы не допустить необдуманного шага и очередной трагедии, инспекторам приходится буквально кричать. Но даже этого, как показывает практика, недостаточно. Вопреки всем предупреждениям, некоторые, рискуя жизнью и своей, и других участников дорожного движения, переходят проезжую часть в неустановленном месте. Я знаю, что неправда. Поэтому я вас очень попрошу, больше так не делайте и доходите до пешеходного перехода. Хорошо? Предупреждением смогли отделаться не все нарушители. Тех, на кого не действуют слова, штрафуют на 500 рублей. Инспекторы напоминают, штрафные санкции до 2,5 тысяч предусмотрены и для водителей, которые не пропускают людей на пешеходных переходах. Всех участников дорожного движения полицейские призывают быть внимательнее и осторожнее на дороге. Пешеход не должен забывать то, что при подходе к пешеходному переходу, если он нерегулируемый, он должен убедиться, что транспортное средство сумеет остановиться до выхода его на проезжую часть. Также и водитель должен проявлять бдительность и внимательность при подъезде к пешеходному переходу. Внимание инспектора обращают и на светоотражающие элементы на одежды пешеходов, наличие которых обязательно в темное время суток. Тем, кто ими еще не обзавелся, их раздали. В областном центре на полевом спуске должны оборудовать купель для крещенских купаний. У проруби будут дежурить сотрудники МЧС и медики. Для горожан организуют раздевалки. Всем желающим предложат горячий чай. Об этом рассказали на пресс-конференции в Самаре. Какая погода нас ждет в ночь на крещение Господне и как не навредить здоровью во время омовения в нашем репортаже. Крещение считается одним из основных праздников в христианстве. И главная традиция – окунаться в эту ночь в воду. К традиционному погружению надо относиться весьма серьезно, говорят спасатели. Неподготовленным людям не стоит испытывать свое здоровье. Купание в Иордане нельзя воспринимать как зимнюю забаву. И ни в коем случае не окунаться нетрезвыми. Не надо толпой скапливаться на льду, по очереди подходить к купели. Не надо создавать давку толпой. И к чему-нибудь, пожалуйста, на берегу подошли, разделись, совершили обряд, освободили место. Будем обеспечивать безопасность силами своих средств. Наши инспекторы будут за всем этим следить. Нырять в прорубь с головой не обязательно в ночь на 19 января. Вода из-под крана в домах самарцев также будет считаться святой. Никакого закаливания, однократное погружение в воду не несет. Напротив, можно серьезно навредить здоровью. Ни при каких обстоятельствах нельзя купаться при простуде, при патологии сердечно-сосудистой системы. Кроме того, противопоказано окунаться в Иордань детям и подросткам. Купание в проруби – это, безусловно, стресс, и стресс тяжелейший. При погружении в ледяную воду происходит тотальный спазм поверхностных сосудов. Высочайшая нагрузка на сердечно-сосудистые системы связана, во-первых, с прокачиванием крови через эти остро суженные сосуды. Оборудование купили под полевым спуском, пока под вопросом. Сейчас ожидаются окончательные рекомендации от МЧС. И в соответствии с ними будет принято решение. Александр Семенов, Николай Сидоров, СТВ. Холодная наука. 16 января во всем мире отмечается День ледовара. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в далеком 1901 году, родился на свет американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ледовый комбайн для подготовки покрытия на катках. Что это за профессия? Ледовар. Разбирался наш корреспондент Вячеслав Душин. Вот так вот едешь по свежеукатанному льду и получаешь удовольствие. Но мало кто задумывается, что для подготовки хорошего катка нужно нечто большее, чем просто мороз и вода. Здесь необходимы профессиональные качества и мастерство ледовара. И этот процесс творческий. Хоккейная коробка школы номер 100. Каток у местных ребят – любимое занятие. Подготовка льда здесь, впрочем, как и везде, процесс кропотливый. Для того, чтобы добиться ровной поверхности, требуется несколько дней. Сначала на мерзлую землю укладывается слой снега. Затем равномерно, веером, подается вода в 5-6 слоев. Отвечает за площадку Михаил Внуков, ледовар с 40-летним стажем. Не использует никаких линеек и уровней. Постепенно, практически на ощупь, доводя поверхность до идеала. Дедовским способом шланг, вода, наращиваешь, уже на глаз, как говорится. Потому что где ямы, вода начинает в ямки заливать. И выравниваем постепенно. Так-то лед-то неплохой. После любого перепада температуры или массового катания, лед деформируется. Его необходимо тщательно выравнивать. Трещины заделываются смесью снега и льда. Срезаются кочки, затем лед полируется. Чтобы кататься было приятно, шайбы нормально ходила. Если будут кочки, она будет подскакивать. Если на маленьких площадках ровные поверхности достигают просто заливкой нового слоя, на больших стадионах как раз используют ледовый комбайн Фрэнка Замбони. У нас машину называют волокушей. Она одновременно щищает снег, специальными ножами срезает кочки, заливает трещины и ямы небольшим количеством воды и тут же полирует. Пару таких проходов и можно кататься. Кстати, для разных видов спорта используется разный состав льда. На одной поверхности будет выше скорость, на другой маневренность. Так что на любой ледовой арене успех выступлений зависит не только от мастерства спортсмена, но и от качества покрытия. А за него отвечают ледовары. Вячеслав Душин, Эдуард Растегаев, Ирина Игнатьева, СТВ. О наиболее важных спортивных событиях в жизни региона в нашем обзоре. Крылья советов вышли из отпуска. Футболисты и тренерский административный персонал команды собрались в Москве. Игроки прошли медосмотр в одном из медицинских центров столицы. 16 января днем самарцы отправились уже в Турецкую Анталию. Там они проведут первый зарубежный сбор. Планируется проведение шести матчей, сообщает официальный сайт клуба. Баскетбольный клуб «Самара» готовится к очередному матчу в чемпионате Суперлиги. В среду к нам в гости пожалует команда «Иркут». Отмечу, что сейчас наш клуб вплотную приблизился к лидеру первенства. Подопечные Игоря Грачева всеми силами желают вновь единолично возглавить турнирную таблицу. В регулярном чемпионате самарцам надо занимать наиболее высокое место. Ведь по итогам матчей плей-офф для волжан стоит задача завоевать медали. Гандболистские Толейтинские Лады сыграют в третьем туре Кубка ЕГФ. Соперник наших девушек на этой стадии – норвежский клуб «Вайперс». Команды встретятся в Автограде 20 января. Отмечу, что оппонент волжанок весьма интересный и боевой коллектив. Разумеется, в стане Лады понимают, что эта дуэль не станет легкой прогулкой. И готовятся к поединку по полной. Девушки обещают порадовать своих болельщиков очередной яркой победой. Ну что ж, болеем за наших, а у меня на этом все. Далее программа «Абзац» и прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях, в группах СКАТ СТВ «Самара», на сайте и на канале СКА-24 ежедневно, ровно через час после нашего выпуска. А я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.